Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о деятельности Государственного комитета судебных экспертиз. Будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь и вы к нам. Иван Степанович Сыса. Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Полковник юстиции. С 1993 года после окончания Украинской юридической академии работал в органах прокуратуры. С июля 2013-го проходит службу в Госкомитете судебных экспертиз. Работал заместителем начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. 30 октября 2016 года назначен на нынешнюю должность. Вопросы, которые касаются деятельности Управления Государственного комитета судебных экспертиз, прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер 340-043-3. Здравствуйте, Иван Степанович. Здравствуйте, Ольга. Иван Степанович, я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. В этом году судебные эксперты его впервые будут отмечать 22 апреля. Что бы вы хотели вашему коллективу пожелать накануне этого дня? Спасибо за поздравление. Я бы хотел пожелать коллективу Управления по Могилевской области прежде всего профессионализма, сплоченности в коллективе, но и обычных человеческих радостей, счастья, душевного спокойствия, здоровья, семейного благополучия. Давайте продолжим. Ваша профессиональная биография была тесно связана с прокурорской работой. Помните свое самое первое дело в этом качестве? Следует отметить, что начинал я работу помощником прокурора района. И там первое дело для меня было это поддержание государственного обвинения по одному из уголовных дел, но достаточно сложное было. Составляло в объеме 10 томов. Фигурантом был председатель одного из кооперативов. Сложно было разобраться в темной бухгалтерии и установить истину по делу. Но он получил длительный срок наказания в дальнейшем. Первый экзамен я так выдержал. А уже в качестве следователя в прокуратуре Могилевской области было очень сложное для меня первое дело. На первый взгляд оно и было раскрыто. И были установлены и виновницы, кстати, совершения преступления. Тяжкого? Да, это было убийство. Две 25-летние девушки убили свою подругу из корыстных побуждений. Причем удалось установить, что вообще было совершено преступление спустя год. Так как эта девушка, потерпевшая, работала за границей. И труп ее был спрятан. Обнаружили его спустя определенное время. Затем установили обвиняемых. Но у них были две разные позиции. Одна из них представляла, что совершено преступление на квартире у ее подруги. Вторая же, наоборот, говорила, что преступление было совершено в автомобиле ее другой подруги. Ну и надо было установить, а где же все-таки истинное место совершения преступления. Кстати говоря, и развивая экспертную тему, хочу сказать, да, те возможности тех лет, это был 96-й год, не смогли помочь в установлении места совершения преступления. Мне пришлось очень долго работать со свидетелями, проводить очные ставки. Только потом установить, что это место преступления было в автомобиле. Хотя там была обнаружена одна капелька крови, но тогда технически не было возможности по одной капельке установить ДНК, принадлежность этой крови. Сегодня это гораздо проще. Сегодня достаточно самых мелких биологических следов для того, чтобы мы установили, кому принадлежит тот или иной биологический след, и установили личность преступника, либо потерпевшего, если это необходимо было. Поэтому тогда это была сложность действительно, много пришлось потрудиться. Сейчас я думаю, что я бы справился с этой задачей гораздо быстрее с помощью экспертов. Так давайте об экспертах далее тогда и поговорим. Государственный комитет судебных экспертиз, сегодня самая молодая республиканская структура, всего 5 лет вам в этом году исполняется. Скажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед экспертами, как вы работаете? Перед экспертами стоят очень сложные и важные задачи. Первая из них – это обеспечить качество выполнения экспертиз и исследований, обеспечить объективность этих исследований для объективных ответов на поставленные инициаторами назначения экспертизы и исследований вопросов. Это самая важная задача, которую мы выполняем по указанию нашего председателя. Мы подняли эту планку очень высоко и думаем ее удержать, на будущее поднимать еще выше. Второй задачей очень важной – это все-таки оперативность производства экспертизы и исследований. Иногда для решения вопроса возбуждения уголовного дела необходимо заключение эксперта, и без него невозможно решить вопрос. Если это задержан еще к тому же и гражданин, и необходимо срочно решать вопрос, это задача для нас наиважнейшая. Ну и в дальнейшем для оперативности производства следственных действий, судебных процессов тоже мы выполняем оперативные задачи. Кроме того, естественно, это расширение экспертных возможностей, расширение материально-технической базы, укрепление ее и создание достойных условий для работы эксперта. Вот основные важнейшие элементы и задачи, которые перед нами стоят. Ну и каковы сегодня экспертные возможности? Сколько видов экспертиз сегодня могут выполнять в Гомеле? В Гомельской области выполняется свыше 30 видов различных экспертиз. Перечислить их все достаточно много времени. Я лишь назову, что это 10 криминалистических видов экспертиз, 8 судебно-медицинских экспертиз, десяток у нас специальных и технических экспертиз. Значит, выполняя эти экспертизы, мы отвечаем примерно на 650 вопросов, которые перед нами ставят правоохранители. И, кстати, граждане и юридические лица. Но это список не исчерпывающий, он может варьироваться, может быть гораздо шире. Бывают ли ошибки у экспертов? Знаете, я перед своим коллективом всегда говорю одну фразу. Человек имеет право на ошибку. Эксперт не имеет права на ошибку. Поэтому и, возвратясь к вышесказанному, что мы поставили очень высокую планку по качеству выполнения экспертиз, я могу сказать, что таких случаев практически нет. Даже сапер не имеет права на ошибку. Но, тем не менее, иногда все-таки не случаются. Это и человеческий фактор, и если совсем сложная техника, и она, наверное, может подводить. Бывали такие случаи? Я могу сказать так, что в комитете создана за эти пять лет многослойная, многоуровневая система контроля качества выполнения экспертиз. Ну, начну с простого. Обычный эксперт районного измена, выполняя любую экспертизу, она проверяется его либо опытным сотрудником, более старшим, либо руководителем. У нас в управлении по Гомельской области есть зонально-линейный контроль, который установлен приказом, где сотрудники перепроверяют перед выдачей инициатору любую экспертизу либо исследование. Кроме того, центральным аппаратом Государственного комитета также установлен зонально-линейный контроль, и они проверяют качество нашей работы. Все серьезно. Иван Степанович, вы довольны тем, как сегодня работает управление по Гомельской области? Что сегодня собой представляет этот коллектив? Сказать, чтобы я полностью был доволен, ну, я тогда остановлюсь на достигнутом. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Да, есть у нас масса положительных результатов, но есть над чем еще усердно потрудиться. В чем вы видите эти резервы? Ну, резервы стоят в том, чтобы все-таки повышать свой профессиональный уровень. Да, предела совершенства не существует, конечно же. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Накануне в управление побывали наши корреспонденты и ознакомились с теми возможностями, которые созданы для экспертов для того, чтобы они могли выполнять экспертизы. Американский пистолет, пулемет Томсона, винтовки вермахта и Красной армии. Одновременно такой арсенал можно увидеть только в трех местах. На съемках фильмов, во время военных реконструкций или, как сейчас, в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Впрочем, в данном случае в кабинете потомственного эксперта Алексея Игнатенко оружие действительно не огнестрельное. Это переделанное из настоящего образца вооружения, используемое членами исторических клубов. Необходимость проверки объясняется просто. Наши кулибины могут без проблем превратить в настоящее оружие любой образец, официально считающийся небоевым. Настоящее охолощенное оружие и макеты, являющиеся объектами коллекционирования и используемые любителями реконструкции военной истории, все это обязательно попадет в руки экспертов. Впрочем, только этим их работа не ограничивается. Каждые полгода органами внутренних дел проводится спецмероприятие «Арсенал», во время которого эксперты-баллисты также работают в усиленном режиме. В это время из незаконного оборота изымается большое количество оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. Если человек нашел пистолет-пулемет в земле и принес его домой, а сотрудник милиции пришел и изъял его, то он назначает экспертизу и ставит два вопроса. Является ли этот объект огнестрельным оружием и пригоден ли он для стрельбы. Если предмет не пригоден для стрельбы, то ответственность не наступает. Также по боеприпасам. Если боеприпасы для стрельбы пригодны, то ответственность наступает. Но в основном, если это боеприпас, который пролежал уже более 60 лет в земле, то он не пригоден для стрельбы. То есть мы отвечаем на вопрос, что да, это боеприпас, но для стрельбы он не пригоден. Для того, чтобы стать настоящим специалистом в какой-то области, необходимо как минимум пять лет. Это мнение полностью разделяют в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Вообще, в повседневной работе эксперта гораздо меньше романтики, чем это показано в фильмах, так как преступление — это всегда отсутствие каких-либо позитивных эмоций. Эксперты-химики в этом смысле люди действительно особые. Цифра, которую знают далеко не все жители Гомельской области, сегодня существует более 300 токсичных веществ, которые могут вызвать отравление или смерть человека. Поставить точный диагноз для настоящего специалиста — не проблема. Кстати, что касается отравления алкоголем, то наиболее часто в крови умерших судебными медиками обнаруживается содержание метилового и пропилового спирта. Это у людей более зрелого возраста. У молодежи часто другие приоритеты и, как следствие, причины отравлений. В основном сейчас идут наркотические средства. Поскольку молодежь у нас разношерстная, то в основном ищем наркотики и лекарственные средства. Также суррогат алкоголя, сам алкоголь очень много. Вероятность определения стопроцентная. Есть вопрос, есть ответ. Проблема наличия в обороте транспортных средств с измененными маркировками для Гомельской области актуальна не первый год. Как показывает практика, измененные винные нравы являются и в очень старых автомобилях, и в практически новых — 1-2-летних. По моделям и производителям у преступников различные периоды бывают свои предпочтения. Например, когда в середине 2000-х годов начал развиваться такой вид частного бизнеса, как маршрутное такси, в Беларусь поступило много автомобилей «Газель» с перебитыми номерами. Буквально несколько лет назад и в Гомельской области, и в целом по республике, было выявлено немало случаев изменения интенсификационной маркировки модели Range Rover Evoque, поступивших из соседних стран. Бывает, что качественно делают, перебивают номера. Бывает, что не очень кустарно сразу видно, что номер бит, либо номерная площадка в Варина. Хорошо делают, но хорошо делают и редко. Редко делают качественное внесение изменений в винномера. Но в любом случае методики и технические средства, которыми мы обладаем, то есть установить изменения маркировочных обозначений, реально, это все происходит в процессе проведения экспертизы, устанавливается, что были внесены изменения. Также устанавливаем первичный номер автомобиля, первичную маркировку его. Вы смотрите диалог гостя нашей передачи, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иван Степанович Сыса. Иван Степанович, скажите, пожалуйста, какие экспертизы наиболее часто приходится выполнять? Какие самые распространенные? Я бы разделил этот вопрос на два. Почему? Потому что это разделяется по инициативе правоохранительных органов, мы производим экспертизы исследования, а также граждан юридических лиц. Правоохранительные органы назначают любые виды экспертиз, их достаточно много. Что касается граждан, конечно, популярностью пользуются генетические исследования на предмет установления отцовства и материнства, исследования винномеров, так называемых, то, что мы слышали и видели в сюжете, психиатрические виды экспертиз. Самое редкое? Самое экзотическое? Самое редкое экзотическое. Ее просто никогда граждане не просили произвести. А может быть, его нужно было для следствия? Для следствия мы производим, и они назначают. Редкие. Я бы даже не выделил самую редкую, которую граждане к нам обратились. А для органов следствия? Можете вспомнить то, что, может быть, один раз приходилось делать? Этого тоже нельзя сказать, чтобы единичный случай какого-то эксперта. То есть есть какой-то комплекс стандартный, который... Да. Есть необычные вопросы, которые моделируются для восстановления того или иного факта. Необычные вопросы? Да. Что вы имеете в виду? Ну, когда-то даже я в своей практике, работая с экспертами-психологами, просил их установить, может ли человек быть лидером, и может ли быть он лидером в данной преступной группе. Эксперты мне ответили на этот вопрос, и экспертиза легла в основу приговора. Это были результаты теста, либо просто общение с этим человеком, не помните? Ну, для того, чтобы провести такую экспертизу, необходимо глубокое изучение личности. Это работали в паре и следователь, и эксперт. Следователь опрашивал родственников, друзей, знакомых, сослуживцев, всех тех, кого он мог установить. Этот человек на протяжении своей жизни с ними общался, начиная с детского сада. Эксперт, применяя мировые методики, исследования, научное познание, тестировал этого человека и отвечал на данный вопрос. И какой был вердикт? Если по-простому, для наших зрителей что было понятно, первоначальное мнение следователя было, что лидером был тот человек, который на месте происшествия с помощью обреза требовал выполнения каких-то действий от своего соучастника и от потерпевших. А на самом деле оказалось, что лидером и руководителем данной преступной группы был тот, который стоял, фигурально выражаясь, на шухере. А это было важно для того, чтобы потом затребовать обвинению? Конкретные сроки, да? Доказать вину? Чтобы доказать организованную преступную группу, там есть несколько признаков. Один из них – это управляемость группы и лидерство. Это надо было для квалификации. То есть для того, чтобы установить, что была организованная группа, нужно было установить, что в ней был лидер? Совершенно верно. Спасибо большое. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, где в Гомеле можно сделать анализ ДНК и сколько он стоит? Спасибо большое. Не подскажете анализ между какими родственниками вы бы хотели провести? Это установление отцовства? Нет уже на линии звоночек. Хорошо, тогда посмотрим разные варианты. В городе Гомеле можно выполнить такую экспертизу по адресу улицы Ландышева, 19. Стоит она от 340 рублей. Что для этого нужно? Для этого нужны люди. То есть нужно присутствовать, чтобы были взяты образцы? Да. Отец, мать. В зависимости от того, какой вопрос они решают. Опять же, в общей совокупности наиболее часто встречаются вопросы установления отцовства отец и предполагаемый ребенок, или и другие варианты тоже есть? Да, и другие варианты есть. Например, установление материнства. Есть сомнения у матери? У матери, может быть, и нет. А у сотрудников органов ЗАГСа есть. И Юлия – это ребенок? Да, совершенно верно. Особенно, когда роды производились на дому. И человек не состоял на учете в женской консультации, в поликлинике. То есть даже здесь эту связь нужно устанавливать? Совершенно верно. Просто слово, со слов матери, что она этого ребенка родила, этого недостаточно. Совершенно верно. Да, интересно. Ну что ж, сейчас предлагаю выслушать гомельчан. Следующий вопрос. Как вы думаете, какова вероятность приобрести при покупке автомобиля машину, которая была украдена? Ну, наверное, процентов на 20 в Беларуси. Это с руки или с салона когда? А, нет, с рук. А с салона, я не знаю, нет, наверное. Краденую не продадут. Сто процентов. Двое моих друзей, которые сами купили, потом вы именно сейчас обествованы автомобили. В России особенно такое происходит. Я думаю, что в салонах все-таки должно быть как-то понадежнее. А с рук? С рук. Тут, наверное, 50 на 50 процентов. А с рук можно 50 на 50. Больше никаких проблем. Я думаю, процентов 15. Но только для тех, которые не обследуют машину по ВИН-коду, не пробивают его. Где-то я в 2005 году купил машину, она все прошла, растаможку, все. И она ей 5 лет отъездил. Через 5 лет пошел техосмотр проходить. А там, где был номер на кузове набит, была пластина приклеена. Она со временем отошла, и там другой номер оказался. И она в 2001 году была в угоне, в розыске Интерпола. Ну, поскольку она старая была, она никого не заинтересовала, так она изгнила у меня. Ой, я не знаю. Я об этом никогда не думала. Ну, я не планирую покупать машину, поэтому не знаю. Я не знаю. У меня нет автомобиля, поэтому... Ну, может быть. Вероятность велика. Всегда есть риск. Но, не знаю, можно обратиться в какие-то органы, чтобы, например, проверить эту машину. Находится ли она в угоне. У нас же работает милиция. Они предоставляют такие услуги. На самом деле, я очень этого боюсь. Как бы лучше покупать в салоне, либо у знакомых, у проверенных лиц. Потому что я, по крайней мере, не разбираюсь, где там какие номера перебиты, либо сваренная машина, либо еще что-то в этом роде. Поэтому, как бы, сложно сказать. И, как бы, на самом деле, это проблема. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе судебных экспертов. А сейчас, как в другой передаче говорится, внимание, правильный ответ. Иван Степанович, Ваше экспертное мнение. Какова все-таки вероятность приобрести машину, которая была украдена? Вы знаете, я скажу прямо, довольно-таки высоко. И не случайно и в сюжете наши граждане на это обращают внимание. И действительно, это факты, когда к нам на территорию Беларуси попадают автомобили из других стран, из Российской Федерации, Западной Европы, с перебитыми или поддельными номерами, так называемыми. И поэтому вероятность, конечно, есть. Как себя обезопасить в этой ситуации? Очень просто обратиться к нам до покупки, до постановки на учет данного автомобиля. И мы в течение кратчайшего времени выполним исследование и дадим экспертное заключение, является ли тот или иной номер поддельным, либо настоящим. И как часто машина оказывается не совсем благонадежной? Ну, вы знаете, в последнее время таких фактов стало меньше, потому что на свое время правоохранительной системой Республики Беларусь был поставлен жесткий заслон. Все автомобили, прибывающие из Российской Федерации, исследовались в экспертных учреждениях. Поэтому преступникам поставили довольно-таки серьезный препон в этом. И они, естественно, понимая, что в Беларуси сложно сбыть такой автомобиль, естественно, сюда больше, если можно так выразиться, не суются. Как проходят эти проверки? Есть ли какие-то подробности, которые вы можете рассказать нашим телезрителям? Я могу сказать, что у нас в области, не только в городе Гомеле, но и в районных центрах некоторых, выполняются такие виды исследования. Эксперты обладают специальными методиками. У нас есть специальная аппаратура, которая нам помогает выявить то, что недоступно человеческому глазу. Исследуются и планки, где находятся площадки, где находятся номера. И довольно-таки успешно методики эти уже хорошо освоены. И помогают эксперту выявить те или иные изменения в номере. И даже мы восстанавливаем номера, как вот здесь наш сотрудник пояснял в сюжете. Это действительно так. Мы показываем, какой же до этого был номер этого автомобиля. Спасибо. Следующий вопрос прозвучит от нашего зрителя. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Вы уже в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли провести фоноскопическую экспертизу нашего разговора с абонентом, другой, например, я на Волкоме, а он на МТС, для предоставления доказательствам определенной органы? А экспертиза голоса нужна? Кому принадлежит этот голос? Ну, дело в том, что мне угрожали с телефона Лайф, а у меня номер Волком. Вы обращались с правоохранительной органой? Да, я обращалась, но мне сказали, что как бы это сделать нельзя. Ну, распечатку я взяла, распечатка у меня есть, стоит с этой стороны, с моей стороны. А вот доказать, что мне угрожали, я не смогла. А если у вас сам голос, сама запись разговора у вас есть? Нет, у меня разговора нет. Мне, просто мне говорили, что можно, ну, то есть разговор этот где-то записывается. Ну, этот разговор, если и записывается, то санкции прокурора и по каким-то определенным делам. Но я думаю, что обычный разговор граждан представляет собой тайну, которая охраняется нашей Конституцией. И где-то этот разговор просто так никто не запишет. Чтобы произвести фоноскопическую экспертизу, в любом случае нам нужны образцы голоса двух лиц, которые разговаривали. Тогда, да, мы можем их сравнить с полученными образцами, свободными. Если есть, ну, и обязательно экспериментальные образцы, тогда мы можем сравнить и сделать такую экспертизу. В данном случае, если у вас только есть распечатка разговора, естественно, о фоне речь не идет. Да, это невозможно. Ну, если позволяют возможности телефона, можно свои разговоры записывать, да, если есть такая функция, то это можно делать. И тогда эту запись кому-то можно предоставить. Совершенно верно. А приходилось исполнять такие экспертизы? Фоноскопические экспертизы в настоящее время в меньшей степени назначаются правоохранительной системой. Но все-таки они делаются ежегодно, мы выполняем такие исследования. Скажите, пожалуйста, насколько часто приходится иметь дело с боеприпасами экспертам? Практически постоянно в год нашими экспертами выполняется порядка 500 исследований различного рода боеприпасов и также оружия. Это достаточно востребованный вид экспертиз, особенно правоохранительной системы, так как мы и в сюжете видели о том, что проводятся рейды специальные. Министерство внутренних дел на постоянной основе контролируют незаконный оборот оружие и боеприпасы у нас в стране. Поэтому они зачастую обращаются к нам для того, чтобы мы исследовали те или иные боеприпасы, либо оружие, выдали им заключение. В каком состоянии к вам попадают боеприпасы? И является ли задачей сотрудников восстановить боеспособность? Ну, восстановить боеспособность ни в коем случае. Мы исследуем то, что мы видим, и не подвергая его какому-либо изменению. Виды поступления боеприпасов, оружия времен Великой Отечественной войны. Естественно, в основном это плачевное состояние, я бы так его назвал. Но все зависит от того, где хранилось и в каких условиях хранилось это оружие, либо боеприпасы. Ведь не только остались после боев, на местах боев, значит, боеприпасы и вооружение. Были случаи, когда это и складировалось, и те же партизанские отряды, которые для длительного хранения так называемые схроны вооружения делали. Поэтому они в любом случае, если они обнаруживаются, то тогда да, там оружие может быть в идеальном состоянии. И пригодно для стрельбы, и оно совершенно не отличается от выпущенного. То есть все найденное, все конфискованное, все изъятое, все отправляется к эксперту. И в чем здесь задача экспертов? Какую резолюцию уже он должен дать? Во-первых, он должен определить, является это оружием, является ли это огнестрельным оружием, является ли оно пригодным для стрельбы. Вот это основные вопросы, которые мы выполняем для наших инициаторов. Спасибо, Иван Степанович. У нас есть очередной телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Скажите, пожалуйста, можно ли изъять жесткий диск из камеры видеонаблюдения и восстановить 31 октября 2017 года? Ну, смотря какая камера, где она установлена? Установлена в цеху молочный комбинат. Какого года вы говорили? Простите, я не расслышала. 31 октября 2017 года. 2017 года. Спасибо. Поняли вас. Будем разбираться. Иван Степанович, какие нужны санкции для того, чтобы попала в руки экспертов камера? Я не буду говорить, как она попадет в руки эксперта, потому что у многих граждан у наших и дома стоят камеры видеонаблюдения, чтобы восстановить запись при каком-то сбое техническом. Гражданин может нам обратиться. Мы на платной основе выполним это исследование. Однозначно ответить, сможем или нет, я не могу. Почему? Потому что я не вижу объекта, его не вижу состояния. Но, во всяком случае, возможность такая есть. И технически мы можем восстановить цифровую запись. Теоретически, технически, да. А там уже нужно иметь этот объект на руках и уже с ним разбираться. Очень, наверное. Хотелось бы еще успеть поговорить об одной из самых значимых проблем современного общества. Это незаконный оборот наркотиков. Какая роль отводится государством, комитету судебных экспертиз в борьбе с этой проблемой? Я бы сказал, что одну из основных ролей государство поручило выполнять Государственному комитету судебных экспертиз. И смею вас заверить, что у нас немалые успехи в области исследования наркотических и психотропных веществ. Следует сказать, что в нашем государстве впервые и на постсоветском пространстве нет такой системы внесения перечня республиканства запрещенных наркотических и психотропных веществ. Центральным аппаратом комитета осуществляется ежедневный мониторинг состояния этого вопроса во всех странах мира. Там, где производятся новые синтетические и другие виды наркотиков, психотропных веществ. И в течение нескольких дней эти вещества вносятся в перечень. Для чего это необходимо? При выявлении в том или ином веществе составляющих наркотических либо психотропных веществ, эксперт немедленно сверяется с этим переченьем и дает инициатору однозначный ответ. Является ли это вещество наркотическим, психотропным и запрещенным к обороту в Республике Беларусь? Кроме того, комитетом создана впервые трехуровневая система выполнения таких видов экспертиз. Достаточно сказать, что на момент создания комитета в Республике было всего пять хроматомаспектрометров, которые могли на высочайшем уровне выполнять данный вид исследования. На сегодняшний день только в Гомельской области их три, причем два находятся здесь в Гомеле, один в Умозере. И мы оперативно решаем все запросы правоохранительной системы по установлению факта, является ли то или иное изъятое вещество наркотическим. И могу сказать, что в кратчайшие сроки, до нескольких часов, мы выдаем инициаторам этот результат. Почему? Как я говорил выше, зачастую граждан задерживают. И для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения к ответственности им помогает только исключительно заключение эксперта. Действительно важная роль. Что касается проверки спиртосодержащих жидкостей, то как часто с ними приходится иметь дело? Очень часто в этом году правоохранительная система, особенно управление внутренних дел активизировало эту работу. К нам поступают многочисленные образцы изъятых веществ спиртосодержащих, которые мы исследуем. Это необходимо и для привлечения граждан к административной ответственности в основном. Что самое страшное, что вы являетесь экспертами в алкоголе? Метил, этиленгликоль. То есть вещества, которые потенциально могут повлечь за собой для их употребивших смерть. И они влекут, к сожалению. И люди должны об этом знать. И что подвержено этому часть населения, это удручает. Да, и поэтому источник происхождения того, что вы употребляете, стоит знать очень хорошо. Жалко, что вот на этой ноте мы вынуждены закончить, но вынуждены. Благодарю вас за участие в нашей программе и еще раз с наступающим профессиональным праздником. Спасибо, спасибо, что пригласили. Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Иван Сыса был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»